здравствуйте друзья мы тут движемся по ну можно сказать центральной части города сан-франциско и светлана говорит отчет включи камеру пусть народ видит центральную часть сан-франциско тут вам трамвайчик такой дореволюционный прошел хорошо давайте я может быть не улица маркет это маркет маркет это вообще самый эпицентр вот я вам показываю улицу маркет вот она но чисто внешне он очень неплохо выглядит я бы сказал только не голодные не раздеты левую сейчас встанем нам потом налево повернуть мы пересекаем главную улицу города вот улица маркет сан-франциско это как что вот улице горького в москве до такого такого плана а тут вот старые дома таки тут такой особый колорит вообще красиво красиво солнечно деревья красивые дома старые где вы еще такое увидите знаете какие особички ну сан-франциско по американским понятиям очень прикольный городок то есть в америке такого больше нет вот чтобы вот так вот с таким можно сказать исключительным цинизмом да он там впереди на горе это католическая как сказать церковь храм католический такой очень современный вот не за это вы видите или нет вот такой прямоугольничек такой до него это наверно видно я там когда-то машину оставлял на их парковке когда работал в соседнем здании потом каждые два часа переставлял чтоб меня не оштрафовали да здесь такая довольно старая часть города но тем не менее вот эти домики все новые построили вот это современные очень красивые да так ты обрати внимание нам нужно на следующем буквально повернуть налево да через парочку кварталов вот смотрите друзья какие современные домики вот тут они я извиняюсь если рука моя потряхивается но мы сейчас пишем все видео в формате 60 кадров в секунду и я думаю это повлияло на качество на наши правда но вот я я вижу глазу такое ощущение как по телеку смотрю следующие светофор это одностороннее движение в левую сторону а здесь вот это улица одностороннее движение в правую сторону и там вот нам нужно повернуть налево повернем слушай а вот смотри прямо по центру вот прямо как будто мы едем на него какое-то сооружение резное я бы сказал да странное что-то как как культовое какое-то вот мы повернули налево мы сейчас не попремся в гору свете по той причине что нам через пол мили сверта сворачивать направо и я бы вот задумался как это сделать придется потихонечку провести да тут такая фура перед нами как дала на весь перекресток ее пропустить что не так просто видишь тут нас сразу приперли не пропускают нас не пропустили но отлично все-таки здесь приличные люди да просим ой 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 не все не все приличные что он творит вообще не все приличные вот так вот и камера все фиксирует да друзья наша камера фиксирует беспредел устраиваемый сан-францискими водителями куда но дело все куда смотрит полиции в городе все очень сложно тут словами не станешь править потому что там стоит вот юпс видишь он вообще не никуда поэтому из-за него вот приехала почта да вот юпс это почта а поскольку встать негде припаркованные машины мешает то он занял правую полосу и теперь все кому нужно направо повернуть должны его объезжать сан-франциск такой город где парковка иногда принимает странные формы а вот смотрите да света хочет чтобы посмотрели на вот эти домики это типичная сан-франциско такая архитектура здесь половина города такого вот справа очень старые это дома могут быть на начало двадцатого века да и может быть лет сто легко можно лет сто да но они реставрированы конечно там все было ты что стоит и блокирует а нам-то нужно а нам прямо нам еще три года два квартала пойдем по средней полосе потому что стоять да идем в горку вот это все стоит на горе так света ну хорошо я бы я бы уже правее становился ну ладно давай давай правее сейчас встанем и вот там нам уже точно поворачивать их красиво вот эти здания старые очень красивые очень так и буквально здесь нам повернуть направо направо мы жили в сан-франциско когда только приехали первые два года здесь вниз вот там было бы я тебе умоляю это не тот вниз чтобы она была ледяная то это было бы ух мне даже страшно смотреть вниз честно ну как она может быть ледяная если мы в тропиках ну правильно но просто ты лишь как она уходит мужик что-то нездоров парковаться с вами попробуй стать она такой гонят я молю я темоля для меня вообще сан-франциско это вот очень сложно потому что здесь я не все как эти машины все стоят запаркованы вот на такой горе например они привыкли но они привыкли наверное но это все не просто нет это просто 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 ну что мы же беседы я отвлекаюсь то что мы сейчас едем вниз это просто смешно даже упоминать это это не о чем говорить и даже то что они там потом едут вверх тоже там нет такого острого угла знаешь чтобы сильно нет ну вот как же право вот тут со всех сторон не сомневайтесь мы находимся модели мы вот в самом пиццентрите гор такие горы что глаза закрываешь на перекрестке то ли улице идут вниз и вверх совершенно беспорядки странном порядке может быть вот эта улица идет вверх а вот соседней идет вниз а 30 тысячи прямо и думаешь как же она прямо когда со всех сторон либо вверх либо вниз да не понимаешь это правда это правда похоже на общагу смотри вот такое здание типа общаги да ну здесь как раз не такие красивые домики а вот это вот между прочим проекты вот сюда покажи проекты проекты это субсидированное жилье для бедных вот чтобы они эти лесенки снаружи чтобы они могли спастись если будет гореть или за ними чтобы могли прийти я не знаю там здесь очень много домов которые постарше вот с этими лестницами снаружи вот это вот все это проекты и тут много очень черных это такое место для бедных социальное жилье можно сказать так и сразу макдоналдс естественно даже где же им кушать мальчик играет эти это типичная игрушка для маленьких мальчиков вот она это колонка для воды в нью-йорке они очень часто с них срывают там эти заглушки вода фонтаном бьет по всей улице это праздник всей улице все собираются и купаются пока полиция и там городские службы не приедут света ты так говоришь как ты не в америке живешь вот ты кого-то в киеве на крещатике квартал на улице пушкинской как выросла так вот и новой жизни не увидела а я хочу прямо поэтому меня приоритет в правилах написано что кто хочет повернуть уступает пропускает того кто видит при да вот это вот сан-франциско настоящий трафик вот тут уже просто не по-детски друзья светлана преувеличивает то что мы сейчас с вами видим это вообще не трафик нет 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 тут стоят запах вообще негде не 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 встать даже вообще милка нет тут совершенно ну очень тесно конечно нет 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 жизнь бери его там где мы живем она расслабляет да да я вот еду красивый домом там дальше я еду по улице там где мы живем и просторно никого нет здесь конечно так сильно не поболтаешь на камеру потому что очень тесно но здесь люди есть которые вообще без автомобиля они они ездят на общественном транспорте или у них там может быть есть один автомобиль на семью им больше не надо здесь очень многие люди обходятся без автомобиля тоже по городу по самому как бы легко можно обойтись можно но это тоже по городу транспорт едет только в рабочее время а например там после восьми вечера уже ничего не ездит ездит немножечко да да но вот это самые злачные места как это в влачных притонах почему они злачные ну вот такие вот они потому что есть черные места через клуб черных ну ну просто все вот кругом даже здесь project потому что здесь дом субсидированная жилья рядами тут я говорю это самый даунтаун самые злачные места в советском союзе считалось центре жить престижно а здесь центре жить совсем не престижно ну во всяком случае друзья это не такое место что вот вы вы сами видите что сейчас то есть на вас налетит там с гаечным ключом каким теле там с монтировкой нет так вот люди ходят днем все здесь пристойненько все солнышко светит замечательно вечером нет такой криминальной хроники что вот допустим каждый день кого-то убивают вообще рекомендуется ночью без машины здесь не ходить ночью вообще спать нам так они так как-то стали бессовестно что мы сейчас не сможем про хотя у нас зеленый свет она предстоит да вот на самом деле заблокировали заблокировали вот этот вот человек который сейчас от нас слева вот он все не вот он все и заблокировал вот этот китаец или филиппинец вот почтальон друзья это наш американский почтальон как там стежки это был с толстой сумкой на тележке с толстой сумки камина тележки да это он это он мариканский почтальон да вы сегодня много тележки писем да у него зарядов много в револьвере на боку я шучу я шучу это почтальон это мирный мирный почтальон вот а вот это большие дома это уже построено на нашей памяти там довольно дорогие квартиры в этих домах да тут очень-очень-очень симпатичная такая архитектура а мы едем свет это думаешь мы что только камеры крутим но поздно и но мы же хотели показать город у меня немножко отлегло то сильно все-таки когда попросторнее никогда вот ты смотри видишь только вы проехали буквально один перекресток ой 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 гули 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 улетай вот и так уже все уже нормально уже просто город о как тут мило боже как тут мило это вот ресторанчик русский рядом здесь как он называется но к вспомни нет здесь время свадьбы это не тот не то место тут же на набережной ресторан как а здесь набережной ресторанчик гири ну как то да значит просто похожее место ссори но здесь также мило я перепутал мы едем по улице филмур но это вот гири вот это project и здесь так ты не волнуйся мы едем по мостику да вот мы сейчас по мостику перейдем улицу гири гири басов да и называют гири басовской потому что там налево туда там значит много русскоязычного населения она конечно по сравнению скажем с китайским смехотворно мало но по сравнению с тем что с тем что вообще как тут наши соотечественники проживают вот там их много вот относительно других мест ближе китайский город и японский они там может быть не столько живут сколько как бы бизнес-центр такой джапан там чат на чайна там вот уже пожалуйста в ответ на твои лишь управление событиями в жизни ты только сказала раз пошли китайцы ну потому что я знаю это место а вот наши стоят там тоже беседует ты знал ты знал да а куда мы едем слушай то есть это мы едем едем как-то по такой улице странной едем нам нужна улица сакраменто так и филмур угол сакраменто и филмур мы едем по филмур до сакраменто это еще там 0 3 мили да ну видите что то уже начинается опять густенько так а вот там машинка одна встала вечно мигает одна встала там что-то разгружается да судя по рогам друзья в сан-франциско есть троллейбусы может быть там где вы живете их всех уже давно сняли с линии и не знаю что там вместо это очень важно знать тем кто нас смотрит ну это я просто так так хорошо индия пэлэс ресторан смотри-ка вот справа какой-то маленький такой зелененький и тут есть да баффетт ланч в каком доме света ты после каком доме индийский ресторан друзья вот в этом доме индийский ресторан какой-то очень по 3 викторианском на первом этаже викторианского дома чтобы я так жил да так я тебе скажу когда-нибудь мы дождемся что будет написано индийский ресторан там кошерный зависит от того кто вокруг на кого рассчитан бизнес а вот эта машина здоровья слышно столы заблокировала дар быть это набрежать ресторана приехала food skipping kitchen cooking она еду развозит хорошо так ребята поехали светофор нельзя проехать да ты расслабься она имеет право на жизнь если она не завезет еду света что будут кушать люди ну значит по идее мы не должны были бы его объезжать мы должны дождаться чтобы он уехал я как-то раз так объезжал так меня остановили нет отпустили я был вторым передо мной еще один был и очень он так подумал и отпустил нас обоих так проскакивает вот друзья так выглядит сан-франциско в предновогодние дни до чего даже не предвещает вообще праздника нет вот люди абсолютно не в праздничном настроении просто так потребляют продукт питания вы видите на их лицах нет нет той особой радости которая может быть есть на лицах соотечественников наших которые оказавшись в этом же месте потребляли бы ту же самую пищу вот я чё думаю да не тех кого пускают в наши рестораны цвета вот вопрос так а вот и калифорния должна быть скоро сакрамен ты видела да а карьер да калифорния а следующий сакрамен да вот это вот очень такой типичненький такой центральный райончик магазинчики на первых этажах давай так тоже камеры раз у нас есть такая возможность будем крутить камеры ну вот единственный магазин у которого хоть как-то новогодняя символика присутствует это какой ну да все остальное так даже не скажу праздник наверное вечером она выглядит посимпатичнее потому что все столбы обмотаны маленькими лампочками и когда вечером это все деревья стволы деревьев обмотаны да и когда вечером все это зажигать вот если вы приглядитесь сразу за светофором дерево вот по нему хорошо видно если вам видно вот она работа но все лампочками следующее дерево ствол это не дерево это уже фонари обмотано лампочками да и когда будет темно вот даже одно светится по левую руку за белым автомобильчиком до светится почему-то они светятся за полексвагенчиком слушай книжный магазин дц вот до чего мы дожили книжные магазины есть мы опять едем в гору ой святая хочешь сказать чтобы я чтобы все горы в нашей жизни были такими как это смысле тем не менее вот стоим и едем 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 все тесно какие тут есть горы друзья мама родная так под 45 градусов ну да так а можно по практически приехали нам надо искать где встать да мы должны давай искать повернуть вот на этом повороте где-то вот где-то вот здесь уже мы сверлились ну хорошо мы сейчас повернем направо и будем соображать ничего страшного мы сейчас повернем мы едем если это мы рассказываем куда мы едем или молча мы не рассказываем куда мы едем друзья это абсолютно секретное вот это все абсолютно все секретное вот это а вот у него видишь есть шарики нет нет тут страшное место вот это уехать хочет нет я не веду так вниз не спешим и встанем так сейчас мы где-нибудь тут встанем да встать где-нибудь друзья это отдельная проблема это не то чтобы знаешь так вот где-нибудь да встал много желающих встать где-нибудь слушай да неужели вот так просто на тут белым вообще-то хорошо а что это значит а это пассенджер зон ссори значит здесь не так просто встать а вот тут мы не вместимся так слева мы не уместимся но пошли еще раз посмотрим с этой стороны что вот так вот парковаться там сан-франциско да о май гад а тут гора какая с этикете были не не пугай народ тут гора там гора спрашивают можно ли поворачивать на красный свет можно если безопасно и если нет знака который запрещает запрещает это делать но здесь ну что если нельзя то будет знак а если знака нет значит можно да ну с парковкой тут не очень хотя вот нет ой на ровном участке посмотрим там есть платный где-то паркинг я не против платного нет нигде мы же не против заплатить куда прямо ну или ты туда зайдешь а я покатаюсь и тебя заберу ничего страшного нет нет ну хорошо так мы в магазин там есть магазинчик нам надо зайти а может быть у него есть паркинг давай мы у него спросим спроси у него есть паркинг что сомнительно ни у кого нет а у него есть так да друзья вот те даундаун то так слушал об их паркинг подожди на там желтым желтым он уехал а это тоже какой-то желтый но тем не менее можно встать это уверена но россии смитар